Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Зачем откладывать на завтра то, что можно съесть сегодня? Думаю, что эти ткани вы помните по моим прошлым проектам. Использовала их как фоновую ткань. И еще остались самые разные обрезки. Как видите, ярких и цветных совсем немного, кусочки небольшие, длина около 8 сантиметров или чуть больше, ширина чуть больше 4 сантиметров. Если кусочки ткани чуть поуже, то из них лучше шить петельки для полотенец. Самый удобный способ работы шить по основе. Есть варианты, когда заготовки нашивают на полоски бумаги, кассовые ленты, старые простыни, тонкий тюль, нетканное полотно. Но мне нравится в работе клеевой флизелин. Самый недорогой. Приобрела как-то в интернет-магазине по цене 25 рублей за погонный метр. Нарежем его полосками по 7 сантиметров шириной. А дальше уже приступаем к работе за швейной машинкой. Нашиваем на основу цветные лоскутки. Шить надо много. Естественно, бережем свои силы, время, деньги и нервы. Шьем гирляндой. Работаем сразу же с несколькими заготовками. Нитки лишний раз не обрываем. Строчку делаем мелкой, крепкой. Закрепки делаем обязательно. Кто бы что ни говорил, что закрепки можно не ставить. Не верьте, это мошенники. Шью лоскутные изделия постоянно уже не один год. И был только один раз, когда я забыла поставить закрепку. И именно в этом месте поползло уже готовое изделие. Лоскуток пришили, отогнули, пришиваем следующий. Когда использованы все мелкие обрезки, заготовки надо тщательно проутюжить. Вот именно сейчас вы почувствуете всю прелесть работы с клеевым флизелином. Лоскутные ленты получаются ровные, плотные, проклеенные. Естественно, мы лоскутки нашивали на ту сторону, которая с клеем. Все у нас проклеено, лоскутки прекрасно держатся. Именно благодаря клеевому флизелину легко выровнять заготовки. Но все равно все проверяем по линейке. Но один край точно получается ровным. Конечно, можно сшивать лоскутки и просто, без основы, пришивать один к другому. Но в этом случае возможны перекосы. Мы ведь люди, а не роботы. Такую утилизацию лучше проводить сразу, как только накопилось хоть немного лоскутков. Иначе потом это занимает очень много времени. А так, смотрите. Нашили несколько таких лент заготовок, свернули рулончиком и можно хранить до лучших времен. Вернее, до того момента, когда вы понимаете, что этого вам хватит на ваши гениальные задумки. На моем канале есть несколько мастер-классов, когда мы шили прекрасные вещи с использованием таких лоскутных лент. Это и прекрасное одеяло. Видите, отделочка сделана. И коврики, и декоративные подушки, и сумки. Смотрите, может быть, какой-то из этих вариантов вы захотите повторить. Но мы не ищем легких путей. Сегодня лоскутные заготовки в спокойной цветовой гамме. По большей части это бежевые и синие. Ярких цветных лоскутиков совсем мало. Но нам ведь нужно что-нибудь такое, чтоб душа сначала развернулась, а потом обратно завернулась. Поэтому, раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. А у меня смотрите, какие огуречки нашлись. И красные, и оранжевые, и зеленые, и сиреневые в крапинку. Нарежем из цветной ткани полоски шириной 10 сантиметров. И будем последовательно собирать полотно. Красная полоска, цветная лоскутная деталь. Потом оранжевая. Самый простой подбор цвета по принципу радуги. Все самые красивые цветовые сочетания уже придумала природа. Кстати, по поводу эмблемы моего канала. Это цветочек. Цветик-семицветик. Книги надо читать, а не по злачным местам шляться. Конечно, помним про работу утюгом. Каждый шов проутюживаем с паром. Подравнивание полотна делаем в самую последнюю очередь. И смотрите, какая интересная заготовка у нас получилась. Когда мы на нее смотрим, у нас на первый план выходят цветные полоски. А наши полосатые детальки уходят на второй план. Хочется мне сшить такое яркое и красивое детское лоскутное одеяло. По нему хорошо учить с ребенком название цветов. Размер моей заготовки получился метр на метр двадцать. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. И не одну. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. Кто еще не подписан, обязательно подпишитесь, чтоб не пропустить мое новое видео. Ведь работу с этой заготовкой я еще продолжу. Ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!